Оценивать сады Иначе пятерка не зазвучит Поэтому в целом двойка тройка поставил немало Я буду говорить про пятерки, про то, что больше всего запомнилось, мне понравилось Во многом по принципу, вот скажем, смотришь сад, если какая-то деталь, ну, хотелось бы перенять, да, хотелось бы у себя нечто либо подобное сделать, либо саму есть, да, все перетащить Тогда стоишь верную пятерку, примерно по такому Вот, начну с номинации водоем Тут больше всего двоек поставил, потому что, ну, у меня особое отношение Все-таки водоем, он должен воздействовать очень, ну, психологически, да, успокаивать И для этого должна быть большая двоя с водой Ну, вот, а у меня оценки, там, лягушатник, двойка, пиявочник, двойка с минусом Там, лужица, пложка с водой И только напротив водоема Новикого Роза стоит пятерка и написано, вот это водоем Теперь номинация образ сада Вот это, наверное, самая интересная была номинация, потому что, ну, действительно хочется, да, что-то представить Какой, что за человек, образ, какой образ стоит, да, в целом за вот этим садом Ну, некоторые, конечно, давали, я про них не буду, да, такую тусклую какую-то картину Но зато помечено, например, Дьяконова Ольга, помечено сад Весельчака, 4 с плюсом Затем, да, пятерка стоит 5 с плюсом, стоит за единственный сад Коткова Наталья Подписано сад человека светлых надежд То есть, да, когда на него смотришь, то есть, представляешь себе человека, который, ну, он не просто оптимист Он как бы, ну, настолько весь вот радужных надежд, да, его полон, что, ну, и вокруг него такой сад Ну, там все просто, да, и солнце, да, выходит по-особому светит Очень-очень хорошее впечатление осталось от этого сада То есть, я пятерку поставил не за то, что он вылезан Это, так сказать, я на это не смотрю, аккуратность, да, ухоженность Тут было именно за настроение Точно так же пятерка стоит сад Замятиной Ольги Написано, хоть и банально, но сад праздник, пятерка А, почему банально? Потому что, знаете, вот эта вот конструкция, где круглый в середине газон И он обсажен какими-то цветниками, но чуть ли не на каждом втором снимке Уже их листаешь, там уже когда это тысячный снимок Опять открываешь, нажимаешь, опять круглый газон, опять Но в этом случае он все-таки, ну, по-особому Вот этот вот контур, да, этого рамка, этого газона Она была сделана как-то, ну, действительно праздничная Там еще так уместно стоит столик, не в середине, а вот со стульями, да, который То есть для застольей, да, для семейных каких-то праздников Хорошие осталось какое-то, особое ощущение А, сад, очень мне понравился, скоро Светланы Написано, сад веселый лес Тоже стоит пятерка Сад вписан в лес, да, это сложная всегда такая задача Вокруг очень плотно лес растет, и он прямо входит в участок с деревьями Именно тут решение было найдено Не уподобиться этому, да, не сделать сад дикий И не противопоставить как-то грубо, да, не сделать вот такое пятно Суперухоженное, да, против дикого леса А это как бы добавка к лесу цветами То есть человек туда вошел, не испортил ничего, да, и добавил вот какую-то именно веселость Ну, мне это понравилось Ну, про четверки, четверки с плюсом я говорить не буду, потому что мало времени Да, садовые детали Всего стоит одна пятерка с плюсом Осипова Вадима за стол из камней Ну, действительно Потому что вообще деталей интересных было много Например, да, собака, которая сидит рядом с... Собака из этих плетеных веток, да, которая рядом с таким же, этим, не фауменом, да, черным И там еще нос, главное, похожий Кого-то бы с другой собаки оторвали, да Забавно получилось У Дьяковой Ольги, да, это снимок был Вот, например, пятерка стоит у коробка Людмилы за колодец, написано за колодец То есть, если, скажем, за образ сада, за номинации, за другие Я там поставил слабую оценку, потому что я там написал сад вокруг колодца Знаете, как бывает, квартира вокруг печки строя А там получился сад вокруг колодца, но это, кажется, слишком много внимания колодцу Но в садовых деталях, конечно, я за эту пятерку поставил Потому что, ну, я все перетащил бы такой колодец, потому что оно понравилось Теперь, сейчас я по цветнику Мало пятерок, но есть По цветнику, самый высший балл, пять с плюсом, я поставил Лавреневу и Надежду У меня написано динамика плюс статика То есть, именно в цветнике совмещена динамика, которую дают летники Да, вот то, что мне нравится в стиле И статика, которую дают многолетники То есть, она это все, как говорится, умело очень использовалась Именно это уже не нуждается в мастерство в ведении Это уже на уровне все мастерства То есть, человек этим владеет, чувствуется прекрасно И он может все, что угодно делать И он раз это воплотил и получил действительно очень мощно Особенно это перед домом, да, как палисадник Очень хорошо идет в стиле, да, российском Поэтому чистая пятерка с плюсом Вот, ну, конечно, тут есть еще пятерки Например, вот Ольховатого Людмила Пятерка у меня написана в скобках За строгость То есть, за строгость всего Там чувствуется, человек именно ко всему Подходит с такой хорошей, здоровой строгостью И к цветнику, да, и к отдельному цветку Дальше, Осипова Любовь Пятерка стоит за ракурсы То есть, как говорится, мы не знаем, какой этот цветник в действительности, да Но то, что человек очень умело находит ракурс, да Где цветы помещаются на одну линию Да, и очень хорошее сочетание получается Это пятерка А, Соколова Марина стоит пятерка За попытку развить розарий То есть, чувствуется, человек уже приелись Все банальные розарии А, розы выращиваются превосходно, да Они крупные, они, так сказать, крупноцветковые, крупновкусные И тут именно попытка сделать еще круче, да То есть, в розарии там какие-то добавки Мощные достаточно делаются Вот за это пятерка Звезда коллекции Сложно было, сложно было поставить что-то Но я поставил за Соколовой Марине За штамбовую розу Потому что она там не одна То есть, ну, идти-то можно считать звезда коллекции Знаю, как их Не просто вот в таком виде, да В такой вот вид привести Ольховатовой Людмиле Пятерка поставлена за совокупность По совокупности, да Каких-то явлений Осиповой Любови То же самое Пятерка по совокупности Ну, остаются цветы на балконе Единственная пятерка мощная Это Ольховатовой Людмиле Написано в стопах За доведение объектов До совершенства То есть это Ну, я как бы сторонник Что если дома что-то выращиваешь Да, на подоконнике Надо не просто какие-то композиции заставить И взять там количеством Надо каждую единицу Именно уходом Такой есть супер-уход подобрать Да, самый оптимальный При природе Чтобы она, ну, состоялась, да Это же маленький горшочек Это маленькое, да Пространство Чтобы она состоялась Как говорится, предельно И вот это вот, на мой взгляд Получилось Хотя, конечно, сильный цветник У Шевченко Натальи Там, ну, действительно Есть номинация Цветы на балконе и на окне, да То, конечно, это На первое место, наверное, надо Шевченко Наталью ставить За ее балкон Ну, вот Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok